вот этот дом с которого я решил начать рассказ о милоши вот подойдемте ближе туда немножко тут сейчас мемориальная доска хотя логика логика событий городских заставляет подозревать что она можете не защитить этого строения вроде бы культурный памятник а гримасы капитализма таковы что не дай бог в один прекрасный день снесут и построит какую-нибудь гадость на этом месте значит это тут действовала первая радиостанция вильнюса и милош впервые сюда попал студентиком будучи и в общем то зарабатывал тут и оказалось что это был в добрый час это начало работать ему здесь нравилось но как и полагается сразу появилась масса врагов у него а это было то время когда вильнюсе был такой знаменитый воевода люциан ботианский фигура трагикомическая с ним связана одна и сцена забавная у румынской границы но об этом как нибудь другой раз а пока он управлял вот этими территориями воеводскими и городом он вел исключительно резкую мерзостную национальную политику которая сводилась главным ворота к преследованиям белорусов и литовцев милош имел неосторожность включить в программу выступление белорусского хора и это как раз послужило темой для доносов кроме этого этот период его жизни отмечен его весьма левыми взглядами и воззрениями и они еще так сказать долго долго его сопровождали впрочем он всегда как настоящий интеллигент был слегка леваком эти все обстоятельства послужили причиной по которой его уволили отсюда и он оказался на миле а вильнюс чтобы приблизительно представлять чем он был в те времена милоша описывается часто русскому зрителю понятно определение гоголевское слово мир город болото клопы провинция только к 39 году появились наконец тротуары до того времени это были дощаты деревянные ну и так далее и так далее и клопы конечно но сейчас мы живем в эпоху тараканов а тогда это была эпоха клопов и его ожидали бы трудные времена но как-то у него удалось устроиться человек был коммуникативный яркий и талантливый устроиться варшавское радио вот варшавском радио он проработал несколько лет до до начала войны и потом вот этот период варшавского радио потом вместе с варшавским радио он начинает уже по после начала войны отступать сторону румынской границы ну вот там уже вставляется к красная армия балаган все удирают все в где-то больница вот там на мосту на мосту через речку ботианский встает поперек пути автомобилю маршала смигл рыц такой был значит главный человек в то время тот спрашивает удивленно чтобы что это значит значит а тот говорит о чем в чем дело а тот и отвечает дело в чести польской армии и стреляется правда его потом откачивает он прожил до 1070 года но вот такая трагикомическая история и друг из румынии ведомый каким-то импульсом милош поспешно возвращается обратно через киев в каунас в каунасе он получает литовский паспорт который ему помогает весьма военные годы потому что литовец был не таким опальным человеком при немецком правлении как поляк и после войны служба в дипломатические службы в посольстве уже польской народной республики и 50 первом году он большими трудами едва вырывается из вот этой западни который ему подстроили варшаве и такая замысловатая его назначает первым секретарем польского посольства в париже и он из покидает посольство скрывается в вот этой самом здании где пригороде париже размещается вот этот так называемый зон лафит ну редакция культуры руководимая князем генрой чем и три месяца молчания он скрывается он не появляется нигде он пишет конечно но как и тогда и последствий его гонорар за статью был как он сам определил билет туда и обратно в сторону парижа и кубок с вином он рассчитывал что он сможет перебраться в соединенные штаты где после службы в амбассаде в соединенных штатах он оставил свою жену с сыном виктор трощанка из этого учреждения там два врага был врага под названием человек по фамилии и трощанку вот эти двое начали кампанию против него намекая что он красный вообще ганд москвы и подброшен и так далее так далее соединенные штаты отказывают ему во въезде и он просто тогда без беспомощном состоянии работать в голос америки и в свободную европу он по принципе не может потому что во первых враги во вторых достоинства не позволяет и вот тогда его спасает польская редакция bbc он течение многих лет пишет еженедельные письма из парижа и вот это была основа его так сказать существование материального вот в эти все годы пока ему там уже другая история начнется не удается выиграть на конкурсе европейского романа первую премию которая уже позволяет ему там уже встать на ноги и так далее и так далее потом дальше уже начать заботиться к тому что перевести семью во францию но все началось отсюда и и Продолжение следует...